День 3 мая, несмотря на ветреную погоду, стал для Солина по-настоящему горячим. Не всегда увидишь колонну из более полусотни байков на улицах города. Собравшись на стоянке спорткомплекса «Аквамарин», байкеры уже по сложившейся традиции направились в социально-педагогический центр «Что в Речице». Мячи, куклы, конструкторы, мягкие игрушки, вещи привезли они ребятам, которые по воле судьбы оказались здесь. Дети радостно встречали гостей, благодарили за подарки и с удовольствием садились на мотоцикл. Как дань памяти и благодарность за жизнь, возможность встречаться навстречу ветру, возложение корзин с цветами к братским могилам погибших в годы Великой Отечественной войны, солдат-отвободители. Советы госавтоинспекторов. Поменьше проблем, поменьше встреч с инспекторами. Ну и большая просьба, а та беда в ваших мотоциклах – это большой громкий звук. Потише в населенных пунктах, ну и свободных, бесплатных дорог вам. Выставка мототехники, смешные конкурсы – все это можно было увидеть на площадке спорткомплекса «Коммунальник». Поехали! Как отмечают не только сами байкеры, но и многочисленные зрители, мероприятие удалось. С какими впечатлениями вы покидаете сегодняшнее мероприятие? Было все здорово, позитивно. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, откуда вы приехали сюда? Мы приехали из Пинска. Что вам здесь запомнилось сегодня? Невероятные конкурсы, девушка. Они были на высоте. А сколько лет вы, вашему увлечению, так сказать, на байкере? Болею я этим со школы, уже лет, не знаю, 10, наверное, но катаюсь третий сезон, третий год. Что вам сегодня здесь понравилось? Все. Что именно? Конкурсы. Валера. Валера понравился. Все, что было здесь. Весь лед байкеров. Спасибо. Сколько вам лет, ребята? Мне 16. Уже можно на мотоцикле? Да. Это мопед. Что? Мопед. Мопед, да. Вы тоже в параде участвовали. Что вам понравилось больше? Ну, не знаю, может быть, конкурсы. А вы откуда сами? Из Беловуши. Из Беловуши. Ну, удачи. Понравилось сегодняшнее мероприятие? Очень даже, девушка, понравилось. Очень понравилось. Ну, байки, это мы, что ли не, это мы первый раз видим такое скопление мотоциклов. И первый раз, ну, это ж... А раньше видели где-нибудь других населенных пунктов? Ну, раньше приезжали вон и так, мельком. Ну, столько в столине, это мы первый раз видим. А надо такое событие или не надо? Хозяйка для молодежи, я считаю, очень даже нужная. О сегодняшнем событии, что вам понравилось? И с какими впечатлениями вы будете покидать столицы сегодня? Нам понравилось все, и мы готовились задолго для этого. Сделал 4 приза. В прошлом году мы были здесь, нам очень понравилось. Все душевно очень. Нету этих понтов. А вы откуда? Пинск. Алексей, что для вас сегодняшнее мероприятие? Что для меня? Для меня это что-то свое. Вот, я сам влаживал силы в это мероприятие. Вместе с Зимой мы готовили, рисовали здесь разметку. Вот, очень было много нервов. А вот для Алексея, который не просто принял участие в открытии мотосезона, но и сделал предложение руки и сердца любимой девушки под звуки ревущих моторов, этот день стал по-настоящему знаменательным. Байкер признается, что очень волновался, переживал. Да и для Майи, девушки Алексея, такой его поступок стал неожиданным, но очень приятным сюрпризом. Ну, как тут отхажешь? Всем здрасте. Что я хочу сказать? Я хочу подозвать сюда человека, ну, наверное, без которого дальше моя жизнь не имеет смысла. Майя, подойди сюда, пожалуйста. Я скажу только одно предложение. Ты согласна быть моей женой? С Долинским мотоклубом с открытием мотосезона приехали поздравить байкера не только из соседнего Пинска, но и из Бреста, Лиды, Могилева, Минска. Все хулиганки, прожди, вы хотите, а? Вы хотите, спасибо. Не остались сторони и корреспонденты Медиаполесья. В подарок мотоклубу вручили кубок с логотипом информационного портала. Фирменный кубок с логотипом Медиаполесья. Руководитель мотоклуба «Айрон Самурай» Дмитрий Цыганков отмечает, что мероприятие прошло, как и планировалось, и высказывает надежду на не менее яркое закрытие мотосезона осень. Спасибо всем, кто сегодня приехал на открытие сезона в Столин, ребятам из Пинска, из Могилева, из Бреста. Всем спасибо большое. И наш мотоклуб «Железный Самурай» всегда готов оказать помощь всем в любое время. Это уже третий по счету открытие мотосезона на Стольниче. И в этом году оно прошло на ура. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok